Добрый вечер, уважаемые слушатели. В эфире Финам ФМ, программа «Бизнес-класс». Меня зовут Олег Дмитриев. Тема сегодняшней программы «Как заработать на YouTube». Ну, уверен, что подавляющее большинство знает, о чем идет речь. Ну, прежде всего, о том, что надо заработать. А во вторую очередь, что же такое YouTube? Ну, тем не менее, сегодняшний гость, я уверен, более квалифицированно расскажет. Во-первых, о том, что это такое. Ну, и во-вторых, конечно, задачу главную решит. Я с удовольствием его представляю. Это Юрий Хазанов, менеджер YouTube по работе с партнерами. Добрый вечер, Юр. Добрый вечер. Спасибо большое, что пригласили меня. Я бы хотел сегодня вам рассказать немножко о YouTube и о том, как стать партнером и как зарабатывать деньги на YouTube. На YouTube у нас в России около 30 миллионов уникальных пользователей. И в мире, в принципе, около 30 тысяч партнеров. Что значит, партнер — это или компания, или человек, как вы или я, который создает свой контент на YouTube и его монетизирует. Монетизирует — это значит, что там появляется реклама, которую продаем мы, и делится доход между нами и партнером. Партнер, в принципе, получает больше половины дохода с этой рекламы. И так. И, конечно, доход зависит от количества просмотров на роликах. Поэтому наиболее популярные ролики получают более, скажем, доходов. Вот. Это принцип изначальный. Монетизация. У нас партнеры идут от мейджоров американских по кино, по музыке, спортивных организаций, телеканалов, а также и простые пользователи, которые создают интересные и популярные ролики и зарабатывают на этом деньги, в принципе, во всем мире, и в России в том числе. Юр, извини, я тебя перебью. Да. Давай мы начнем чуть выше. Да. Сначала расскажи просто о себе немножко. А, хорошо. В двух словах. Ты приехал из Парижа. Прекрасно. Это уже о многом говорит. Юра из Парижа сейчас. Он там работает в местном отделении. Расскажи, пожалуйста. Да. Добрый вечер. Меня зовут Юрий Хазанов. Я занимаюсь программой партнерской YouTube по России и странам СНГ. В принципе, я живу в Париже, работаю в Париже. И приехал сюда вот с вами пообщаться, в том числе и рассказать вам о нашей платформе. Вот это важно, кстати. Смотрите, человек приезжает из Парижа специально, чтобы пообщаться, например, выступить на Финам ФМ. Говорит о многом уже. Конечно, и нам очень важно, чтобы слушатели узнали о нашей платформе и о том, чем мы занимаемся, в принципе, о наших партнерах и о том, как они сами могут, в принципе, стать партнерами и зарабатывать деньги на нашей платформе. А что такое платформа? Платформа – это наша видеоплатформа, техническая платформа, так сказать, которая позволяет любому подвести выкладывать бесплатно ролики на наших, в принципе, серверах, на наших платформе, это все бесплатно, бесплатный сервис. И если пользователь просит, скажем, стать партнером, он становится нашим партнером и может в том числе, есть много разных функций, но в том числе зарабатывать деньги. То есть вот я как пользователь, я зашел на платформу YouTube, авторизовался там. Да, открыли аккаунт. Да, да, да. Вот, открыли аккаунт. То есть я стал пользователем. Я стал пользователем. Я теперь могу там выкладывать какие-то ролики, что-то. А потом, если вы, скажем, пользователь, но и вы, сочиняя, и вы делаете видео оригинальные, скажем, не используя материал, который принадлежит другим правообладателям, без их разрешения, то вы можете подать на партнерство. Это очень просто. Через нашу систему вы можете сказать, я хочу стать партнером, вот у меня мое видео, я хочу его монетизировать, например. Ну, вполне логично предположить, наверное, я так думаю, да, ты меня поправь, если что, что подобная идея должна прийти мне в голову не потому, что я захотел зарабатывать, а просто я вижу, что то, что я делаю в Ютьюбе, в частности, оно востребовано. Оно востребовано? Количество просмотров, там миллионы, зашкаливаю, всех смотрят, все хотят увидеть, что же я в очередной раз вытворю это, да? Конечно. И тогда я задумываюсь, опа, люди просто, не просто так пусть ходят, а пусть они еще и что-то. И можете заработать. Также люди будут смотреть бесплатно ваш контент, это ничего не изменится для них, а для вас изменится то, что вдруг вы будете получать деньги. Совершенно верно. За те же самые просмотры. На моем аккаунте в Ютьюбе размещается некая реклама, да? Некая реклама, которую продаем мы. Да. Вот. То есть вы непосредственно с рекламодателем общаетесь вы, да? Да. А я как бы с вами договариваюсь о том, что эта реклама будет на моем аккаунте. Вы решаете, например, что вы разрешаете рекламу на ваших видео, решайте, какие форматы вы разрешаете, потому что есть разные форматы рекламы, и некоторые, скажем, не любят, чтобы все форматы были включены. А, например, какие форматы? Например, есть, знаете, простой формат преролл, который от 10 до 30 секундный ролик до начала вашего видео. Да-да-да, очень часто вот что-то хочешь посмотреть, а там бах! А там до этого реклама какая-то. Боже мой, что же творится-то? Это самая дорогая реклама. А потом есть, конечно, реклама... Это самое назойливое видео. Самое назойливое видео. А также есть баннер справа, который вы иногда видите тоже. Или всплывающая реклама в течение видео. Главные три формата рекламы, с которых вы можете зарабатывать, которые мы продаем. То есть самая дорогая это вот эта... Это преролл? А потом... Потом всплывающая реклама, потому что она тоже в видео сам находится. Встраивается, встраивается. Видеоряд, что называется. Или там где-то сбоку. И баннер справа там, да. Баннер. Самый демократичный. Самый демократичный, который, в принципе, разрешает все, потому что это никому не мешает, чтобы смотреть видео. Во всех случаях, да. Вот. И, в принципе, по этапу вот вы решили, что ваше видео популярно. Да. Вы хотите его монтизировать. Можно заработать на это. Можно заработать. Вы подаете через систему, это очень просто сделать. Говорите нам, вот я хочу стать партнером. То есть, что важно, да. Я пользуюсь исключительно вот платформой, что называется. Через платформой. Я не связываюсь с вами по телефону, по электронной почте. Не еду в Париж, что, кстати, печально. Ну, может быть, да. Может быть, вы можете мне написать и приехать в Париж. Обязательно там обсудим партнерство. Это было бы гораздо занимательнее. Ну, тем не менее, да. У нас есть интернет, в конце концов. Вот. Подаете все через систему делается. Потом просто все запросы приходят нам в нашу команду. И мы уже рассматриваем запросы в зависимости от того, во-первых, есть ли у вас права на то, что вы... То есть, это оригинальное видео, то, что я... То, что вы оригинальное, потому что, скажем, пример, например, если вы выложили видео, где вы поставили аудиодорожку... Да, какой-нибудь известной рок-группы. Например, известной рок-группы, которую вам, к сожалению, права не принадлежат. Конечно. И рок-группа вам не дала разрешения на это. А мне показало, да, что вот эта видеокартинка, которая я... Да. Она моя оригинальная при этом, да. Было бы очень хорошо, чтобы фоном шла какая-нибудь известная музыка. Она прямо вот вписывается, да. Да. Аж вот вкусно все это, как говорят. Но, увы, так нельзя. Увы, так нельзя, только если вы получили разрешение от группы. Или сейчас у нас, в принципе, есть в системе для любых пользователей доступен то, что мы называем видеоредактор. В принципе, там есть маленькая уже аудиотека разных титров, которые вы можете использовать. А что там в этой аудиотеке? Там, ну, такая, что называется, известная музыка там есть? Известная, но там, знаете, там более... Там не будут последние хиты, скажем так. Потому что на них права, конечно, не очищены. И просто мейджеры не отдадут на них права просто так сейчас на любые ролики на YouTube. Но там есть достаточно большая уже аудиотека, несколько тысяч титров, которых можете выбрать и использовать. То есть выбор есть. Да, выбор есть уже. Это главное. Так, дальше. Значит, я заявочку эту вам отослал. Вы смотрите, естественно, мое творение, да? Мы смотрим ваше творение. Смотрим, если там оригинальный материал. Или если вы используете какой-то материал, который кому-то уже принадлежит. Если, предположим, все в порядке, вы права не нарушаете, то мы, в принципе, с вами свяжемся. Мы напишем вам... Еще один вопрос. Дождите, смотри. Хорошо, я ничьи права не нарушаю. То, что мне нравится, да, вот эта авторская моя работа, не понравилась вам по каким-то причинам. Может такое быть? Ну, мы, скажем, мы это субъективно не рассматриваем. Мы рассматриваем, если это не нарушает наши принципы работы на YouTube. То есть некая цензура здесь, да, я к этому веду. Да, скажем, некоторые вещи, которые у нас, в принципе, прописаны на YouTube официально. Вот, это наши правила использования YouTube, где некоторый тип контента не разрешается. Вот, например, насилие там или какое-то такое. Вот, поэтому мы это рассматриваем, и, конечно, мы не разрешим, если это такой тип контента. А если ваши видео не нарушают наши правила, то мы с вами свяжемся. Свяжитесь здесь же, через платформу. Да, потому что у вас под аккаунтом есть, так сказать, ваш мейл, ваш инбокс, где вы можете получать все мессажи. Ну, когда я регистрирую, я адрес электронной почты. Вот, адрес электронной почты, мы вам пишем мессаж, да или нет, мы вас принимаем в партнерскую программу. Мессаж, кстати, это по-французски у тебя, да? Мессаж это по-французски. Да, по-английски месседж. А по-английски месседж, да. Классно. Ну, может быть, с вами свяжется кто-то из Парижа по-французски, и тогда будет мессаж. Да, да, надо быть к этому готовым. А то сначала подумаешь, что просто какой-то неграмотный человек, да, звонит, мессаж. Какой мессаж? Мессаж, да, месседж из Парижа. Вот. И, в принципе, или примут вас, или нет. Конечно, если у вас ролики не, скажем, мы рассматриваем ваш канал, ваши видео, если вы выложили один раз один ролик, который набрал очень мало просмотров. А, наоборот, очень мало. Например, очень мало, и вы больше ничего не выкладываете, конечно, мало шансов, что мы вас примем. А если мы видим, что вы регулярно выкладываете ролики, то для нас это сигнал то, что вы активный пользователь, и который... Хорошо, я активный пользователь, но для вас имеет значение, какое количество народу меня смотрит? Конечно, для нас имеет значение не только просмотры, но разные вещи, как и подписчики. Комментарии там, наверное, какие-то. Комментарии, подписчики, лайки, все вот эти вещи, которые вот показывают, что пользователи приходят на ваш канал, и им нравится то, что, в принципе, вы создаете. А то, получается, вот эта реклама некая, она просто не сработает, потому что она никому не интересна, никто не смотрит, никто не хочет. Но для нас важна и реклама, и то, чтобы пользователи, конечно, приходили на платформу нашу. Поэтому, если мы видим, что ваш контент привлекает пользователей для того, чтобы они там были активны, для нас это тоже очень важно, в принципе. А в чем активность в YouTube? Я понимаю, социальная сеть. Мы можем по группам как-то объединиться, переписываемся, друг к другу какие-то сообщения. А в YouTube как это сделать? Нет, ну первая вещь, это, конечно, как, скажем, на Facebook, есть лайки, есть дизлайки, да? Это первая вещь. Есть комментарии, конечно. И есть все больше и больше каналов, которые получают, которые просят и получают функцию прямой трансляции. Это тоже бесплатная функция для вас как партнера. А когда идет прямая трансляция, то идут комментарии или разговоры, диалоги даже в прямом режиме, в режиме прямого эфира между пользователями. И тут мы видим, что очень много пользователей приходят и там сидят и рассказывают, и вместе ведут диалог о том, что происходит на, скажем, в видео, в прямом эфире. Ну, диалог ведут в режиме чата, да? В режиме чата, который около экрана, да. Который около экрана появляется, да. Я просто не обращал внимания. Да. Это интересно. Это в том числе. Хорошо. Значит, мы сейчас чуть позже, наверное, уже поговорим о том, а что же такое партнерские отношения. Ну, в принципе-то это понятно из названия. Но, с другой стороны, если речь идет о деньгах, то мы должны договориться, как это делить и на основании чего все это будет происходить. Сейчас мы уходим на новости, слушаем их с удовольствием на Финам.фм, а потом продолжаем наш разговор. Итак, дорогие друзья, еще раз добрый вечер. В эфире Финам.фм программа «Бизнес-класс». Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня наша программа посвящена теме, как заработать на YouTube. Оказывается, есть такая возможность. Можно интерес наш, ну, доселе, как мне казалось, да, абсолютно безвозмездный. Ну, вот просто я смотрю или, наоборот, сам принимаю участие творческое непосредственно, да, в создании каких-то вещей. Оказывается, этот процесс можно монетизировать. То есть за удовольствие, которое я получаю от того, что делаю на YouTube, я могу еще и деньги получать, что великолепно, на мой взгляд. Я напомню, что сегодня в гостях у меня Юрий Хазанов, менеджер YouTube по работе с партнерами. Еще раз добрый вечер, Юр. Добрый вечер. Ну, и всю первую часть мы, так сказать, подходили, подходили, ну, мне кажется, к главному все-таки моменту, который сейчас я сформулирую так. После всех вот этих вот событий, да, мы, значит, друг с другом связались, то есть представительство компании и я. Мы друг другу понравились, да, компания решила, да, это заслуживает внимания. Я, естественно, тоже свое желание каким-то образом озвучил, но теперь нам надо договориться. То есть стать партнерами в этом случае, вот этот, да, термин употребляет, да, компания YouTube, правильно я говорю? Правильно. Вот что такое партнер в этом случае? И главное, как юридически мы свои отношения выстраиваем? Ну, в принципе, значит, у нас сначала, скажем, я расскажу о двух типах партнера. Партнер это может быть юридическое лицо или физическое лицо, да, это может быть партнер просто вы. То есть я как частное лицо, либо меня надо регистрировать предприятие какое-то. Либо вы как частное лицо, которое создаете свое видео, либо вы как Финам.ФМ, например, приходите, говорите, мы хотим выкладывать свои записи на YouTube, например, и стать партнером. Да, в первом случае, извини, в первом случае достаточно паспорта, я так понимаю, да? В первом случае, да, паспорт нужен, но все равно вы соглашаетесь с электронным договором, который у нас есть. Если вы просто говорите, да, я согласен, как частное лицо, там же в системе, да. Там же в системе, а если вы юридическое лицо, то, конечно, договор подписывается бумагами. Генеральным директором, да, печать должна быть. Печать отдельно, и, конечно, тут у вас будет, если вы как юридическое лицо, то, конечно, у вас будут уже прямые отношения, более, например, с кем-то из Парижа, как со мной. Это здорово. Может быть, даже приедете в Париж к Финам-ФМ. А если вы как частное... Подожди, а как юридическое лицо? Как мне подписать договор? Электронной подписи достаточно для этого? Для нас это достаточно. Потому что для нас, в принципе, мы подписываем договора, мы подписываем как под английским правом у нас. В принципе, все договора также для частного лица. Но частное лицо, оно просто электронно соглашается. Я согласен с договором. Заполнил поля там необходимых. В принципе, электронная подпись, она достаточно под английским правом. Но если вам очень важно, мы можем подписать бумажный договор, в принципе, и как с юридическим лицом. И тут подписывает ваш генеральный директор, скажем, и мы подписываем с нашей стороны. И также вы становитесь партнером. И процесс, в принципе, так идет параллельно. Конечно, у нас очень много, скажем, частных лиц, как вы, которые, как это канал, которые подают на партнерство. Но также есть очень много юридических лиц, партнеров, как телеканалы, как киностудии, музыкальные лейблы, скажем, которые также подают на партнерство, или уже партнеры. У нас их очень много в России в том числе. У которых у всех, скажем, много каналов. Не один канал, а несколько каналов. Юрий, извините, пожалуйста, немножко, может, в другую сторону. Я сейчас отвлекусь. Ну, ты вот упомянул о том, что в числе партнеров у вас есть телеканалы. Да, в числе, да. Радийные, так сказать, предприятия и так далее. То есть средства массовой информации. И вот в этом связи мне очень интересно. А что, телеканалу или радиостанции, ей недостаточно той аудитории, которую она имеет, непосредственно вещая путем, так сказать, основной своей профессии. Ей нужен еще YouTube зачем-то? Ну, я вам скажу, что у нас, в принципе, в России аудитория около 30 миллионов пользователей. Глобально около 800-100 миллионов пользователей во всем мире. Конечно, для партнеров в любой стране. Также в России первая вещь для них интересна, это то, что мы глобальная платформа. Мы самая большая глобальная платформа. Они могут... Ну, то есть, условно говоря, телеканал, который в России вещает, он вещает на российскую аудиторию. А YouTube это такая мировая. Это мировая. Вот это мировая платформа. А также в самой России у нас достаточно большая аудитория. И это не обязательно та же самая аудитория, которая смотрит этот канал по телевидению или слушает. Поэтому, в принципе, для телеканалов и для радио это дополнительная аудитория во всех случаях, которая им, в принципе, не так много стоит. Ну, конечно. Ну, то есть, это логично. Да, в принципе, это логичный процесс. Да, расширяется. Охватники. Хорошо, вернемся. Итак, мы партнеры. Мы заключили партнерские отношения. Дальше, как технологически выглядит вот эта история. У меня есть мой аккаунт. Я периодически размещаю там. И вдруг, я вижу вдруг, наверное, для меня, ну или не вдруг, ожидаемо, появляется баннер. Например. Со мной вы, кстати, не обсуждаете, да, баннер кого здесь появится. Да, мы не обсуждаем. У вас появляется начально, скажем, начнем сначала, у вас в аккаунте появляются новые функции. В том числе функция, что на каждом видео вы можете включить или не включить монетизацию. Это я. Это вы. Потому что вы можете решить, окей, это видео я хочу включать рекламу. Да. Такое, в такой формат или такое. Это видео я не хочу вообще. Реклама, например, это вы решаете. Это очень удобно, да. Вот. То, что вы не решаете, это какую рекламу. Поэтому, если вы говорите, что, окей, я разрешаю, например, баннер, от какого рекламодателя будет этот баннер, это вы уже не решаете. Это вы решаете. Это мы решаем уже, да. Но у вас все-таки есть выбор на каждом видео включать или не включать рекламу Также у вас в системе будет полностью, скажем, система отслеживания статистики Которая называется YouTube Analytics Где вы сможете видеть всю статистику, кто смотрит ваш канал, сколько, конечно, вы зарабатываете Нет, смотри, кто смотрит наш канал, понятно, я вижу там количество лайков Количество просмотров, да А вот кто реагирует на рекламу, которая на моей странице, можно мне это видеть каким-то образом? Ну, у нас, так сказать, у вас будет в статистике написано, сколько во всем просмотров на канале И сколько, то, что мы называем монетизированных просмотров, это те просмотры, где была реклама продана Где она показывалась, поэтому вы увидите там, сколько процентов из всех просмотров, сколько было рекламы в принципе И, конечно, доход из этой рекламы, сколько вы заработаете там в течение месяца, в течение недели Это тоже все видно Это все видно у вас в системе, да Дорого Ну, и теперь, может быть, главный вопрос Сколько? Сколько? Ну, я вижу, сколько, вот, да Ну, понятно, для начала, может, это и не самое важное, сколько Главное, что уже там, да, отдача какая-то есть, уже какой-то доход пошел Как получить его? Вот это важно Получить его, это зависит от того, если вы юридическое лицо или частный человек Есть разные системы для получения денег, вот, и если вы частный лицо, скажем, потому что мы об этом говорим Есть система, которая, компания, которая здесь в России оперирует, которая, система, скажем, электронных платежей Кошельки там какие-нибудь, да, по названию, да, вот, она называется Рапида Это система, через которую вы можете получить в электронном виде также деньги, как и есть другие системы, которые существуют Ну, нет, просто я к тому, что, а как это выглядит? То есть ежемесячно там Ежемесячно, да Условно говоря, вот отдача от рекламы ежемесячно, там, у тебя зарплата такая появилась Да И вы непосредственно эти деньги направляете на, вот, это, на электронный кошелек Это, да, Рапид, все Но тут вы решаете, вы можете решить, окей, я не хочу каждый месяц, я хочу, чтобы там лежал три месяца, через три месяца забрать Вы можете решать, если вы хотите, чтобы там копилось до того, не сразу все забирать и забирать каждый Шесть месяцев, это зависит от вас А смысл какой? Почему? Почему забирать, не забирать? То, что она, эти деньги пришли ко мне, это я, что я их обналичил и пошел потратил Ну, это просто опция, которая у вас есть, потому что вы полностью контролируете всем В принципе, максимум мы платим, значит, то есть минимум один раз в месяц А максимум можете решить, что я хочу получать только один раз в год Это ваше решение полностью Вы в системе можете сказать, как часто вы хотите получать доходы Ну, так, странновато, но я понял, по крайней мере, такая опция есть Опция есть, да Я просто к тому, что, допустим, ну, одна из наших основных идей, что ли, я имею наших, сейчас я уже говорю, Афинам.фм Вот моего бизнес-канала, это идея инвестиционной деятельности Я просто тебе открываю, так сказать Поэтому сразу вопрос-то какой? Вот то, что я не получаю, или получаю раз в год то, что мне, значит, накапалось рекламы Не связано это с тем, что пока они лежат у вас, то вы на них еще мне предлагаете какие-то проценты Таким мы не занимаемся, все-таки мы пока только интернетом занимаемся, мы пока не занимаемся этим бизнесом, но нет Ну, просто в этом была бы логика тогда, я говорю, я не буду, ну, как в банке, знаешь, я не снимаю, пусть они лежат раз в год, потому что там процент капает А сейчас, если я сниму, значит, я теряю доходность А здесь вот, да, так, логик-то особо нет, но понятно, я понимаю Хорошо, хорошо Времени не так много до следующих новостей Тем не менее, я вопрос сейчас задам Да, конечно Наверное, может тебе показаться и не очень приятно, но уж извини Такая у нас прямая сегодня Прямой разговор А случаются ли, есть ли факты, давай так, да, вот, реальные случаи, были ли такие случаи, ну, если не были, гипотетически возможно ли, то, что я не получил деньги, которые накапали мне за рекламу Ну, в принципе, бывают случаи, бывают случаи у нас, когда та информация, которую вы ввели в аккаунт, скажем, если вы ваш адрес, или ваш телефон, или если вы компания, какие-то вещи о компании, которые неправильные, тогда мы не можем вам поставить эти деньги Выставить, так что мы проверяем эти данные Ну, тогда мы вам об этом пишем и говорим, деньги остались на счету, мы не смогли вам Это моя ошибка, я просто что-то ошибся Это только если вы не ввели правильно, скажем, вы ввели не финамов им, а фринам Ну, неважно Неважно, ошибки Если вы ошиблись в чем-то, мы вам просто посылаем миссар, что мы не смогли вам привезти деньги, деньги остались на вашем аккаунте там, и на следующем месяце вы сможете их получить просто, вот и все Ну, то есть вот такие, да? Такие ошибки, да По каким-то другим причинам со мной не расплатились, знаешь, как я В принципе, нет, мы у нас, в принципе, мы расплачиваемся со всеми партнерами Я верю в это, потому что компании-то уважаемые, сложно говорить о другом Но всегда, понимаешь, ну, тем более, о России идет речь, у нас всегда риски высокие подобных вещей Потом, опять, о чем я скажу Это существенный момент, да? Мы партнерские отношения заключили путем переписки в интернете Ну, даже если у нас есть договор, ну, договор с нашим партнером, который во Франции И, соответственно, возникли какие-то тут непонимания, и что мне надо ехать во Францию для того, чтобы их разрешать Подавать, извини, я не хочу никого обидеть, подавать, не дай бог, в суд Соответственно, чье судопроизводство будет? Французское, мне надо нанимать там адвоката Конечно, да, я понимаю Представляешь, сколько проблем сразу? Воу! Нет, у нас, в принципе, есть поддержка, наша команда Во-первых, конечно, есть, если это юридически большая организация, скажем, с которой мы общаемся все равно напрямую В конструктиве вы можете всегда мне написать А во-вторых, у нас есть команда, которая поддерживает всех партнеров, всех каналов, которые можно писать просто И они достаточно быстро отвечают, если есть какие-то проблемы, в том числе с платежами или с чем-то другим И потом логично предположить, если это большая, да, какая-то юридическая команда, то там, наверное, найдутся ресурсы, чтобы этот вопрос решить А если я обычный маленький такой простой человечек? У нас все равно есть команда, которая поддерживает всех партнеров, и она находится и в Лондоне, и в Ирландии, в том числе У нас они отвечают очень быстро, в принципе, на все, если есть какие-то вопросы, есть какие-то проблемы И, в принципе, все, вот, за два года, как мы работаем здесь уже, все решается быстро, все, вот Я понял. Ну и главное, что, да, не было прецедентов, когда действительно непонятно почему, вдруг деньги не выплачивают, задерживают, знаешь, вот это все Нет, такого еще У нас, к сожалению, такое бывает, поэтому нам это всегда неприятно Ну что ж, сейчас самое время уйти на новости, слушаем новости на Финам.ФМ, а потом продолжаем наш разговор Итак, мы продолжаем. Добрый вечер еще раз, уважаемые слушатели, в эфире Финам.ФМ программа «Бизнес-класс». Меня зовут Олег Дмитриев Сегодня говорим о том, как заработать на YouTube Главное, что вопрос не звучит, можно ли заработать? Очевидно, что можно, и вот сегодня достаточно убедительно, полно и с авторитетом Об этом рассказывает мой гость. Его зовут Юрий Хазанов. Он менеджер YouTube по работе с партнерами Юрий, еще раз добрый вечер Уважаемые слушатели, мы в этой нашей третьей части подключим еще одного гостя Гостя по телефону. Его зовут Михаил Орлов Он наверняка известен многим, по крайней мере, активным пользователям YouTube Он продюсер проекта «Плюс 100500» известного в своих кругах А есть ли у нас связь с ним? Миша, добрый вечер, меня зовут Олег, передо мной Юрий Хазанов Он мне сказал, что вы с ним знакомы хорошо, это так? Да, это так, здравствуйте, Олег Здорово, здорово Миша, ну вот, собственно, мы разговариваем уже практически 30 минут Юра рассказывает о партнерских отношениях между мной участником Или мною как юридическим лицом И командой YouTube, оказывается, можно зарабатывать, да, на моем Я так воспринимаю это как хобби, то, что я размещаю на YouTube Мне просто нравится Оказывается, можно на этом зарабатывать Расскажи, пожалуйста, когда ты об этом узнал и как этот процесс у тебя происходит? Ну, узнали где-то, наверное, уже года два назад об этом, да То есть, ну, раньше, 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 раньше партнером YouTube стало, ну, было гораздо сложнее, чем сейчас А сложнее по какой причине? По какой причине? Юридические тонкости какие-то одолевали, или что? Ну, во-первых, конечно, там, ну, как бы, там, собственно, возможность заработка на видеоконтенте, да По себе там два года назад казалось более приторочной, чем сейчас, да, объективно Было сложнее, во-первых, там, ну, там, узнать об этом Были, ну, как бы, оттачивались, там, инструменты относительно работы, да, по всем взаимоотношениям Есть определенная, там, да, взаимодействие, коммуникация По тому, как, там, подписать договора Это все, все в какой-то момент, да, было довольно страшно И, ну, казалось, что, там, это никогда не случится Но вот сейчас все, на самом деле, изменилось И стать партнером YouTube, и зарабатывать на партнерской программе Значительно проще, и, в принципе, если человек, там, управляет определенным талантом Его смотрят, его могут смотреть в интернете, там, либо его смотрят Ну, ты сейчас о себе сейчас говоришь, я так понимаю, да? Я не то, чтобы о себе, я здесь, скорее, как выступаю, как продюсер, да Там, ну, там, проект, там, 100-500, там, ну, также других проектов нашей компании Но, в частности, да, то есть, там, ну, если говорить про нас То у нас, в общем-то, более-менее получается этим заниматься Ну, там, наверное, они, наверное, и более успешные, там, команды Которые, там, этому посвящают свою рабочую деятельность Это правильно, это правильно Я с тобой соглашусь К чему ложная скромность? Действительно, ваша команда на YouTube имеет вес, это правда Ты мне только еще один момент расскажи Я сегодня Юру тоже пытаю Меня очень, честно говоря, смущают вот эти юридические моменты Да, подписание договора, партнерские отношения Вы, собственно, с YouTube как юридическое или как физическое лицо договорились? Как именно, у нас, собственно, есть как бы и так, и так, да В частности, да, мы как юридическое лицо выступаем по части каналов И, разумеется, да, то есть, у нас есть сотрудничество Когда мы являемся что-то вроде посредников, да То есть, выполняем посредничество услуги между YouTube и пользователями Ну, это, в частности, связано, когда, допустим, пользователь Не обладает достаточным количеством опыта Или, там, аудитории, да, по проекту Но при этом обладает определенным потенциалом по проекту И мы, соответственно, там, говорим Мы можем сделать себя, ну, там, популярным По факту, да, то есть Мы вкладываем в себя, там, ресурсы Консалтинг определенный, да, там, телевизионный И, ну, в результате этого, там, ты спустя какое-то время Там, ну, я говорю именно про человека, с которым мы хотим сотрудничать И получаешь определенные, там, ну, определенные дивиденды На уровне, там, дохода по партнерской программе YouTube Определенная известность, узнаваемость Миш, 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 я хочу подчеркнуть Это стандартная фраза продюсера такая, да Хочешь, чтобы ты, хочешь, мы сделаем тебя популярным, да, да Давай подписывай договор И все, и все Ну, так, без этого, без этого никак Ну, это нормально, я согласен Это абсолютно нормальная история И эта история защищает не только, ну, права и интересы продюсерской, да, там, компании Продюсера какого-то конкретного Но, в принципе, защищает интересы артиста Ну, прежде всего, конечно От того, чтобы, ну, там, не знаю, там, ну, часто артисты бывают люди очень эмоциональные Они сегодня думают, ведь делают одно, а завтра могут сделать, там, ну, совершенно третье, да Естественно, там, какое-то действие может, там, ну, нанести вред Подобно, там, ну, и репутации как продюсера, так и к этому проекту Поэтому подобного рода договора позволяют, там, избежать различных трудностей Ну, если говорить про партнерскую программу, да, то там, там договора, конечно, сейчас уже значительно проще, да То есть и понятнее, да, то есть как с этим работать И, в принципе, да, то есть, ну, там, деталей не очень много, поэтому стать партнером, там, YouTube Уже не является такой суперсложной задачей Я даже сказал бы, что это стало гораздо, ну, это стало легко Ну, технически как минимум, да? Ну, это и технически как минимум, да, и, в принципе, с точки зрения, там, документа оборота Документы, как бы, не столь сложные и серьезные, да, как если мы, там, говорим про серьезное продюсирование Миш, вот, да, да, говори Это очень важная, да, ситуация, когда, допустим, пользователь работает через YouTube напрямую Такая тоже опция включена У него, там, один тип договоров, да, там, ну, он волен выпускать контент, когда ему угодно Там, то есть, зарабатывать, там, без посредников Так или иначе, в принципе, иногда бывает очень выгодно, да Но, и, собственно, все риски, да, по аудитории, он сам по себе несет, да Делает плохой проект, да, там, его не будут смотреть Конечно Вот, соответственно, когда через продюсеров работаешь, там, конечно, там Там уже не расслабишься, естественно Потому что продюсер будет тебя уже, так, парень, давай, давай, мы договор подписали Мы за тебя ответственны, давай работай, нет, сиди, правильно я понимаю? Ну, бывает и так Скажи мне, когда ты подписывал договор, вот, непосредственно с компанией YouTube Ты в Париж-то ездил? Нет, в Париж не ездил, слава богу У нас, как бы, и здесь, в общем, ну, и в Москве можно, собственно, там, и встретить, да, с представителями И нас, там, ну, и заводно-передические какие-то ивенты Вот, и, собственно, то есть, ну, у нас, там, есть, также, там, и американские партнеры, да С которым мы сотрудничаем на уровне YouTube, да, то есть, ну, до Парижа еще в деловых поездках не удавалось доезжать Ну, я думаю, удастся Там, там, поклонник, там, платформы YouTube говорит, потому что, там, конечно, аудитория, там, очень востребована Ну, кстати, смотри, смотри, вот, объективно, да, как пользователь, как ты, как ты оценишь платформу и вообще услуги компании? Ну, так, сейчас я, давай так скажу, Юра нас не слушает, вот, он вышел из студии Хорошо Говори правду, да На самом деле, вот, ну, что касается технической части по YouTube, я, ну, как бы, отмечу, там, очень, ну, я бы, наверное, высочайшую оценку по работе системы, платформы, конечно, там, ну, я думаю, что конкурент-конкурентов у них нет в этом плане Они, конечно, все эти различные нововведения, доработки на видеохотинге, они, конечно, ну, обгоняют свое время, я бы так сказал, сейчас уже можно говорить Да, что касается юридически, какие-то, там, детали, да, там, и, там, возможности подключения, работать с партнерами Ну, конечно, там, ничего совершенно, но объективно видно, что есть положительная динамика по работе по документообороту, по тому, как работать с партнерами Есть определенный, как бы, ну, видно, видно, что, как бы, рынок изменился сам по себе, да, то есть, если раньше, то есть, там, год назад, кроме наших проектов, там, в топе, ну, сложно было, чтобы такое серьезное, более-менее, обнаружить Сейчас появляются новые проекты, и, собственно, больше партнеров стало, да, ну, которые не просто подписаны для того, чтобы зарабатывать деньги Для них это становится, ну, там, нечто, ну, как их работа, не знаю Ну, бизнесом, бизнесом, да, да, да Да, бизнесом, ну, и расчет, фактически, качество контента Ну, и отдельно, конечно, отметить, что, там, именно саму-саму гениальную, там, задумку по YouTube, потому что, в принципе, да, то есть, когда продюсируешь какой-то видеоконтент В обычной жизни приходится вкладываться в его дистрибуцию YouTube решил эту проблему Сам За счет того, что это популярная система Представьте, что, чтобы доставить сигнал телевизионный, видео, там, пользователям, ну, как бы, нужно за него платить в обычной жизни Логично, да Огромные компании, ну, там, большие компании тратят огромные деньги на дистрибуцию, там, сигнал YouTube позволяет сделать бесплатно Это обалденная абсолютно система, там, по маркетингу Угу, 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 согласен, согласен с тобой Ну, и последний вопрос, можно на нее не отвечать или ответить как-то разбивчато Деньги-то приличные за рекламу получаются? Деньги постепенно, постепенно, ну, как бы, более приличными, чем раньше Вот, сейчас, конечно, наша надежда всегда выше, ну, потому что видеопроизводить, это, ну, это все равно самый дорогой способ, там, ну, производства медиаконтента Ну, да Вот, ну, объективно, на рынке, да, то есть, учитывая, что, там, затрат на дистрибуцию, да, там, ну, там, как мы, там, не несем, как, если мы взаимодействуем с YouTube, но есть какие-то маркетинговые инструменты Соотношение цена-качество сейчас, конечно, там, очень-очень-очень-очень приемлемый результат дает Хорошо, Миша, спасибо, спасибо тебе огромное за разговор Юр, счастливо, успехов тебе в бизнесе Я напомню, уважаемые слушатели, это был Михаил Орлов, продюсер проекта «Плюс 100500», наверняка многим из вас известный, да? Юр, ну, что скажешь по поводу Миши? Нет, ну, Миша хорошо все рассказал о наших достоинствах платформы и контента И даже о недостатках кое-каких Нет, конечно, мы пробуем всегда улучшить разные процессы, вот, но и также и технические платформы улучшить, и процессы, и, конечно, наша цель улучшить качество контента и количество контента в России Смотри, вот я о чем подумал, ну, и Миша, собственно, об этом говорит, ведь, по сути, YouTube — это монополист вот в этом сегменте рынка Ну, потому что нет, он, видишь, сказал, нет таких других платформ Я правильно понимаю, что Рутюб, вот такая есть история, наша местная, это некая, это не ваша структура? Это не наша структура, нет То есть это некая похожая история, попытка создать, ну, как у нас обычно бывает, изобрести велосипед с квадратными колесами, вот, он вроде едет, но так как-то тык-тык-тык Вы его конкурентам не рассматриваете? Нет, ну, знаете, понимаете, у нас всегда, у нас всегда наша политика — это не эксклюзивность Мы рады, если вы выкладываете контент на YouTube, но также на 10 других платформ, мы только этому рады А еще есть какие-то другие платформы? Ну, скажем, не только в России, но и в других странах, вот Ну, в России, да, Рутюб, скажем, или, если профессиональный контент, скажем, если он на платформе, как Ivy, например, есть Но также у нас мы только за, вот, потому что нам кажется, что нужно, чтобы контент был везде, поэтому мы хотим, чтобы у нас его было больше, но мы не эксклюзивные, это очень важно Поэтому есть конкуренты, это очень хорошо Они есть, или ты мне вопрос задашь, есть конкуренты? Нет, они есть, конечно, они есть и здесь, и, скажем, во Франции, в Штатах Ты понимаешь прекрасно, что YouTube вне конкуренции, и ты так, знаешь, улыбаешься Нет, вы знаете, у нас ситуация была по-разному, у нас в Штатах есть конкуренции, все-таки конкуренты были большие, профессиональному контенту еще есть, как платформа, как Holo, Netflix и так далее Вот, поэтому это, конечно, не такой же контент, как вот то, что продюсер Миша Орлов, премиальный контент, фильмы, сериалы, есть конкуренты, но нам важно, чтобы контент был доступен везде просто, не только у них, но у нас тоже, вот То есть их проблема какая? Они региональные получаются? Да, они региональные, мы глобальная платформа, это вот главное наше, скажем, достоинство Ну, это очевидное достоинство, и оно, на самом деле, как бы вне конкуренции это вас и делает А есть у кого-то попытки все-таки к вам, вот, с точки зрения охвата, все-таки приблизиться? Я бы, ну, как сказать, попытки всегда есть, что все платформы, наши конкуренты и локальные, и здесь, скажем, и в Штатах, пробуют развивать свою платформу Вот, потом каждый пробует развивать наиболее успешным способом свою платформу Да, конечно, конечно, есть Ну, то есть они пытаются, да, но у них не получается? Нет, ну это я не могу, кажется, не получается или нет, но все пытаются, конечно, все пытаются еще развивать разные платформы Кстати, вот, что касается платформы, ну, я понимаю, это некий такой уже технологический момент, да, но он, тем не менее, примерно у всех одинаковый? Ну, скажем, я вам расскажу То есть каких-то там революционных идей Я вам расскажу про одну идею, которая у нас есть, которая, в принципе, достаточно уникальная Это технология, которую мы разработали по названию Content ID, и в двух словах, это система, которая вам, как правообладателю, позволяет или блокировать, или монетизировать копии вашего контента У нас система, это значит, что если вы выкладываете запись, например, которая сделана на Finam.fm, а кто-то, скажем, ее копировал и выложил на свой канал У нас система автоматически найдет, что это копия вашего контента, который вам принадлежит, и вы сможете также его монетизировать или блокировать Если вы монетизируете, то вы будете получать доход не только с вашего контента, также со всех копий И это уникальная технология, которую мы разработали Да, это очень здорово, сейчас мы к этому придем, тем не менее, я хотел бы изначально понять, а вот люди, которые, ну, хороший пример, да? Да Программу «Бизнес-класс» взяли с Finam.fm и выложили куда-то, значит, без нашего согласия, без нашего ведома даже Вот как к ним относиться? Что они, чем мотивированы? То есть, с другой стороны, я могу все-таки, наверное, согласиться с тем, что это даст возможность более популяризировать мою же программу То есть, мне от этого неплохо Зачем я буду что-то там выяснять отношения, или тем более блокировать, нет? Ну, знаете, я думаю, что очень много людей, если не большинство, делают такие вещи, в принципе, создают каналы, потому что они фанаты такой или той передачи Вот, поэтому, в принципе, мы всегда говорим про обладателям, лучше с ними связаться, лучше монетизировать этот контент, чем блокировать, потому что это фанаты вашей программы И они это не делают для того, чтобы вот что-то навредить Сейчас мы еще раз слушаем новости на Финам.ФМ, а потом продолжим разговор Ну что ж, уважаемые слушатели, продолжаем бизнес-класс на Финам.ФМ, еще раз повторю Сегодня мы обсуждаем замечательную тему, как заработать на Ютюб Такая возможность есть Даже некоторое время назад один из ярких представителей, продюсер проекта «Плюс 100 500» Михаил Орлов рассказывал, как у него это удачно получается В гостях у меня сегодня Юрий Хазанов, менеджер Ютюб по работе с партнерами Ну и, наверное, учитывая, что осталось времени не так много, Юр, я бы хотел услышать от тебя некие перспективы развить То есть вы как глобальный все-таки игрок на этом рынке Я вот обычно спрашиваю, да, а каковы еще, ну вот с точки зрения конкуренции ближайшие Кто там дышит в спину или наоборот толкает в плечо Как оказалось, нет таких просто Вы как глобальный игрок на этом рынке Как вы смотрите вперед? Вот на что вы будете в первую очередь обращать внимание в ближайшей перспективе? У нас, конечно, у нас в принципе платформа и для создателей контента, оригинального контента Как вот тех людей, которые представляют, например, Миша Орлов Также и мы хотим, чтобы развивался премиальный контент Больше фильмов, больше, скажем, сериалов, которые были бы доступны через Ютюб И в том числе у нас есть один продукт, который мы уже пустили в многих странах Это платный продукт, который вы можете смотреть на Ютюбе или на вашем компьютере или через телефон Вы платите какую-то сумму и смотрите фильм Но это тот фильм, который сейчас вот вышел, был в кино, вот в том числе Это продукт, который мы уже пустили, и планы есть, чтобы пускать так же Вот здесь тонкий момент, смотри Ну понятно, если говорить о моем творчестве В принципе, я там что-то наснимал или кто-то такой же Радостно смотрим друг на друга Но если говорить о творчестве уже, так сказать, людей уважаемых, которые снимают для того, чтобы получать деньги за это И вдруг я, заходя на Ютюб, да, скачаю там известный какой-то фильм, сериал, как ты говоришь Не будет ли это выглядеть пиратством? Проблема пиратства в России, я надеюсь, это тебе и не понаслышке тоже известно Не будет ли выглядеть это вот очень-очень неэтично, мягко говоря, как ты считаешь? Если вы будете выкладывать, начнете выкладывать сами Не выкладывать, я найду на Ютюбе, там есть такая возможность? Нет, найти, если вы найдете, значит, что правообладатель разрешил, чтобы это оставалось на Ютюбе Либо это кто-то вот таким левым способом, что называется, выложил, да? Да, но у нас большинство правообладателей, скажем, киностудий с нами работают Даже если они не обязательно все монетизируют, они используют систему Content ID Поэтому, в принципе, она достаточно успешная Поэтому, в принципе, если вы находите, то правообладатель решил, что он хочет это оставить на платформе Или без рекламы, или с рекламы То есть это вещь официальная, разрешенная Если я какой-то фильм нашел, это не значит, что это пиратские какие-то вещи Это не значит, что мы предоставляем систему для любых правообладателей защищать свой контент на Ютюбе Поэтому, в принципе, они многие это делают Большинство, скажем так, этим уже делают Так, оплатный вариант, это как выглядит? Оплатный вариант, который у нас, например, запущен в Штатах или во Франции Вот, в том числе, это выглядит так, что вы или покупаете один раз фильм за какую-то сумму Как это делается, скажем, на iTunes, также в Штатах, вот, или во Франции Или вы просто покупаете фильм Вы платите им больше суммы, но фильм ваш, в принципе, вы его скачиваете, он ваш уже Как если DVD вы покупаете, просто тут вы в электронной форме Вот, и фильмы популярные, фильмы те, которые, они, в принципе, у нас появляются до выхода на DVD А-а-а Поэтому это достаточно популярно Ну, то есть, премьера уже официально прошла, уже пошло, да После этого, да Вот это окно кино прошло, да Ну, это практически, да Это один из проектов Да-да-да, премьерные показы практически Да Так, следующий И еще один проект, который интересный Может, проект, о котором вы слышали, также, который мы пустили в Штатах уже И также есть планы запускать этот проект в других странах в будущем Это проект оригинального контента, которого мы Мы вместе с продюсерами ко-продюсируем Это значит, что мы, как компания YouTube, мы ко-продюсируем этот контент Который сделан специфически для нашей платформы В Штатах мы пустили таких, несколько десятков таких каналов Которые мы специфически создали для YouTube Это значит, что контент только там, он эксклюзивно сделан для YouTube Вот, и он сделан в формате и по тематикам, которые подходят, в принципе, для нашей аудитории А кто предлагает? Вы сами или продюсеры приносят? Нет, к нам приходят продюсеры, предлагают идеи, мы выбираем, и мы с ними вместе создаем такие проекты Но в данном случае это интересно вам чем? То есть вы принимаете финансовые участия и, естественно, потом зарабатываете на этом, да? Да, мы зарабатываем на этом, но нам также интересно то, что это... Наша цель — это то, чтобы принцип продюсера создавали больше контента для YouTube тоже Не только для традициональных форматов, где они уже создают, для телевидения, для кино А также, чтобы они задумывались о каких-то других форматах контента, который они могут создавать для YouTube Смотри, правильно ли я сейчас сформулирую? Согласен ли ты с тем, ну, учитывая, что ты в материале все-таки, да, YouTube — это вещь такая специфическая Согласен ли ты с мнением, которое сейчас бытует, очень часто я его встречаю Что со временем вообще вся, ну, или там 90% активности, вот такой коммуникабельный, что называется, уйдет в интернет И YouTube заменит, и, ну, телевидение, может быть, или кино в меньшей степени А уж такие вещи, как театр, заменит на 100% Ну, знаете, я видел прогнозы на одну цифру в Штатах Что большинство людей через 5 лет, если я ошибаюсь, будут смотреть видео через интернет В интернете, но через телевидение Потому что, знаете, в Штатах уже очень много телевидений, которые покупаете Сам телевизор, он то, что называется connected TV Это телевизор, который подключен к интернету Значит, вы все-таки сидите в вашем салоне, смотрите, но вы смотрите через интернет Поэтому я... Нет, я понял, о чем речь То есть имеется в виду, как бы, технически Я смотрю не в компьютер, а я смотрю в телевизор Но вижу-то я все равно то, что в интернете Но вы выбираете, вы будете выбирать и между интернет-каналами, скажем Это разные платформы существуют И телевизионными непосредственно Но так как телеканалы также все больше и больше создают свой канал На YouTube в том числе и на других платформах То нет и дело для того, чтобы вы могли их смотреть Я даже думаю, что важно не только сам интернет, а важный формат Мы все больше и больше используем телефон Телефон, планшету И очень много людей будет смотреть и уже смотрят видеоконтент через телефон или через планшету Поэтому мы видим все больше и больше также телеканалов, которые создают Или опять канал на YouTube, или саму просто аппликацию для телефона, для планшета Если у нас есть логика, то мы еще больше и больше погружаемся Исходя из этого опять, смотри Последние годы особенно Огромная популярность Приобретают социальные сети Народ погружается вот в это Киберобщение Практически любой бизнес, кстати С кем бы я ни разговаривал, представьте, в каком бизнесе не встречался И в частности здесь В эфире Финам.фм Говорит о том, что будущее за социальными сетями Там будет целевая аудитория Вот для того, чтобы я свои услуги продавал, свои товары Да Это так? Ну, в том числе так Мы видим с нашей стороны, что у нас очень много просмотров В том числе приходит из социальных сетей Да Вот, и в России, и в общем мире Каким образом вы это, ну, если вы это собираетесь использовать, каким образом? Нет, ну, у нас, в принципе, мы привлекаем У нас люди, конечно, мы хотим, чтобы люди приходили на нашу платформу Но если люди смотрят этот контент, который мы привлекли Также на Фейсбуке или на ВКонтакте, скажем Нам это тоже пользуют Наши видео, которые они смотрят Также, конечно, у нас идет монетизация на других сайтах тоже Если вы смотрите видео о Ютубе на Фейсбуке, например Вы увидите там рекламу, которая наша реклама Вот, в том числе Поэтому мы также получаем, в принципе, и вы, как партнер, получаете доход С просмотров, которые сделаны на социальных сетях А нет логики тогда в этой ситуации создать некую собственную социальную сеть? Тем более, что аудитория у вас огромная И, я думаю, проблем-то это Но, знаете, у нас мы всегда, даже если мы представляем Вот сейчас, когда Миша говорил про техническую часть Мы, да, техническая платформа, в том числе и платформа дистрибьюции Но мы также считаем себя социальную сеть на Ютубе Потому что люди приходят Мы хотим, чтобы они больше и больше оставались на Ютубе И, в принципе, есть Разные функции, которые мы развиваем И разные вещи, которые уже существуют на платформе Чтобы люди между собой общались Общались, да Ну, именно здесь Именно на Ютубе, да Потому что сейчас ты упомянул там Фейсбук, например, да У меня есть там страничка в Фейсбуке Я там общаюсь с друзьями, с коллегами по работе Которые, естественно, периодически выкладывают какие-то рекомендации В частности, о, в Ютубе вот такая картинка интересная Что происходит? Я по ссылке иду, смотрю, а потом возвращаюсь в Фейсбук И продолжаю с ними общаться Логично было, чтобы я все это делал Чтобы оставались уже там Конечно, да Но мы вот хотим сейчас, мы развиваем как раз Ну, еще раз, разные функции самой платформы Чтобы люди все больше и больше оставались Чтобы если они уже когда не переходят С блога или социальной сети на Ютуб Они уже оставались там И смотреть дальше видео в этом пространстве А в идеале-то они и не заходили туда Да, и не заходили сюда А сразу ушли на Ютуб Потому что что? Там и то, что меня интересует Там мои друзья, там мои коллеги Там вот она такая интересная жизнь В кавычках, конечно Ну, и если можно Ну, опять-то, я предположу, что это сложно Учитывая огромную аудиторию вашей компании Некое, наверняка, социологические исследования у вас были Кто пользователь Ютуба? Кто эти люди? Ну, знаете, у нас, в принципе, аудитория достаточно широкая И я думаю, что есть люди, которые больше, скажем, более, скажем, более готовы к тому, чтобы открывать аккаунт и подписываться И мы следим, мы можем следить за этими Поэтому, если вы, скажем, мужчина, вам столько-то лет подписались Мы видим, потому что вы создали аккаунт, что вы мужчина, вам столько-то лет При этом я могу быть и не мужчиной, и мне, может быть, не столько лет Это тоже правильно Но, причем, очень много наших пользователей не записывается Вы приходите на Ютуб, например, но вы не зарегистрируетесь в ваш аккаунт Вы просто смотрите Тогда я вообще не буду знать, если вы мужчина Но, в принципе, по исследованиям, которые мы видели глобально Я бы сказал, что у нас аудитория достаточно хорошо распределена Через, скажем, по всем То есть и по возрастным, да Вот там, я не знаю, от юношей до дедушек и бабушек Да, и, соответственно, и социальная среда Отлично Но я предположу, что, наверное, если вести какое-то исследование Можно делить аудиторию по тем темам, которые их интересуют Да, конечно То есть молодежь смотрит в основном, что там, боевики, мультики и что там Ну, смотрит музыку Музыку, да Очень много, потому что это главная платформа Вы найдете любую музыку, любой видеоклип Музыку смотрит, смотрит мультики, конечно Смотрит комедийные программы разные Вот И спорт тоже в том числе Популярный спорт у нас тоже смотрит на платформе А обучающие какие-то программы не очень им интересны? У нас сейчас все больше и больше это развивается В том числе, да, обучающие программы И я думаю, что популярность еще не такая, как Плюс 100-500, например, обучающие программы Но мы надеемся, что это будет тоже очень сильно развиваться В том числе разные университеты с нами Начинают партнерские отношения, чтобы развивать свои каналы и обучающие программы Есть все-таки, да, в этом смысл Есть какая-то надежда, что люди В частности обращаются к вам Пользуются вашими услугами не просто, чтобы развлекаться А чтобы еще, естественно Чтобы обучать еще, да Конечно Это бы хотелось, учитывая, что Молодежь-то в основном живет в интернете сейчас И то, что она оттуда черпает То, что она видит, естественно В конечном итоге и скажет, что из этой молодежи У нас выразили Ну, буквально два слова Какие-то пожелания нашим слушателям После всего сказанного Пожелания слушателям, чтобы слушатели Конечно, приходили и смотрели видео на YouTube Это само собой Чтобы слушатели подумали о том оригинальном контенте Который они могут создавать Потому что это тоже, я думаю, важно для креативности В принципе, людей создавать видео и пробовали создавать И выкладывали То есть, как бы, сверхзадача, да Если позволишь, я вот тебя дополню Сверхзадача, реализуйтесь Реализуйтесь, да Для этого не нужно никаких дополнительных, да Так сказать, устройств, дополнительных затрат Вот есть YouTube, реализуйтесь, да Вы будете, так сказать, показывать то, на что вы способны А это, плюс ко всему еще, может быть полезно Потому что вы можете зарабатывать Учитывая партнерскую программу, о которой сегодня мы говорили Ну что ж, я благодарю сегодняшнего гостя Напомню, это был Юрий Хазанов Менеджер YouTube по работе с партнерами По телефону с нами был Михаил Орлов Продюсер проекта «Плюс 100500» Меня зовут Олег Дмитриев Программа «Бизнес-класс» на Финам.ФМ Всего хорошего До свидания До свидания Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова